В рамках ежегодного фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна» во Владивосток прибыли артисты из Донецка. Они вместе с другими музыкантами представят приморской публике свои номера. Для артистов провели обзорную экскурсию по достопримечательностям Краевого центра. Мы будем принимать участие в открытии фестиваля «Дальневосточная весна». И концертная программа, которую мы привезли сюда, называется «Энергия классики». Это классическая музыка в рок-обработке, в интересной трактовке и с вокальными произведениями. Каждый коллектив из Донецкой Народной Республики, абсолютно любой, это люди, которые заряжены совсем другой энергией, чем, наверное, другие артисты. Потому что наши ребята, наши музыканты продолжали репетировать в самое тяжелое время. То есть, когда, в принципе, все сидели дома, когда страшные обстрелы и все остальное. Наши артисты продолжали репетировать. Началась экскурсия с посещения Токаревского маяка, где гости города смогли увидеть ларгу, сделать несколько фотографий на память и набраться сил перед предстоящим выступлением. А некоторые артисты даже решили показать свои таланты природе и Японскому морю. Вчера Владивосток нас встретил снегом и пасмурной погодой. На сегодня он нас порадовал солнцем и вообще теплом. И нам здесь очень нравится. Встретил Владивосток нас радушно. Вот с такими же, скажем, большим количеством камер, которые нас прямо в аэропорту ждали. Струнный ансамбль народных инструментов также играл для нас в аэропорту. Классные, хорошие наши русские песни. То есть, поэтому даже после всех тех часов долгого пути нам подняли настроение моментально, просто как только мы с чемоданным выкатились в зал прибытия в аэропорту. Поэтому максимально радушно, тепло, очень круто. После коллектив отправился на корабельную набережную, где смог увидеть и услышать традиционный полуденный выстрел. Продолжилась экскурсия посещением одной из видовых площадок Владивостока, а также Приморского океанариума. Напомним, что фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна» будет проходить с 22 марта по 26 апреля в Приморской краевой филармонии.